Челябинска засветилась в международном скандале. Уроженку Южного Урала Светлану Тревис Захарову задержали в Нью-Йорке и подозревают в вымогательстве денег у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера. Ранее 26-летняя девушка объявила, что политик является ее любовником. Он якобы порезал ей руку ножом и пытался задушить. В ответ Светлана потребовала крупную сумму. В интервью американским изданиям рассказывает, что родилась в Челябинске, уехала в Америку работать и даже заработала на дом для родителей. Историю скандала изучила Ирина Гончаренко. Новостные ленты Нью-Йорка активно обсуждают арест россиянки Светланы Захаровой. В Америке она известна больше под фамилией Тревис. В США уроженка Челябинска приехала за хорошей жизнью 6 лет назад. Сейчас ее обвиняют за вымогательство 400 тысяч долларов у экс-губернатора штата Нью-Йорк. Девушку задержали буквально на трапе самолета. Вчера после полуночи полиция задержала Светлану Тревис, которая прилетела в Нью-Йорк из России. Мы связались со службой национальной безопасности, чтобы они дали нам знать, когда она попытается вернуться в Америку. И наши сотрудники могли задержать ее. Суд Манхэттена предъявил Светлане обвинение не только в вымогательстве, но и за поделку документов аренды, а также за проституцию, которая запрещена в Америке. За ее освобождение под залог запросили 1 миллион долларов США. Когда она узнала это в зале суда, Светлана расплакалась. Подробности этого заседания сообщает новостной портал Нью-Йорк Дели. Светлана Тревис Захарова пришла в зал суда Манхэттена хромая в бесформенном черном свитере и серых лосинов. От журналистов лицо закрывало руками и всегда находилось в закрытой позе. Сейчас активно идет расследование дела по вымогательству. Это ответный иск от экс-губернатора Нью-Йорка Эллиота Спитцера. Ранее между россиянкой и американцем уже был конфликт. Она его обвиняла в домогательстве и избиении. Россиянка в феврале заявила, что в феврале в одном из дорогих отелей в номере на нее напал экс-губернатор штата Нью-Йорка Эллиот Спитцер. Тогда начали расследовать дело, но за отсутствием доказательств его закрыли, а сама Светлана сбежала в Москву. Сейчас по информации зарубежных СМИ она находится под арестом. Ирина Гончаренко, Евгений Чекалов, ОТВ.